Осенняя пора, а чьи очарования? Шалом, друзья! С вами Илья и канал Наслаждайся Израиль! И этот выпуск о моей поездке в Киев. Не знаю, как это можно сделать в одном коротком видео, поэтому будет несколько серий о моей киевской поездке, которые я объединю в один плейлист на моем канале, для вашего удобства. Когда меня спрашивают об Украине, я всегда говорю, Украина – это душа, Киев – это моя душа. Я не была здесь 8 месяцев и очень соскучилась за этой архитектурой и природой, за украинскими просторами и широтой души украинских людей, за продуктами, выращенными на богатой украинской земле, за красивыми ресторанами, за безопречным сервисом, за музыкой, за всем-всем-всем и, конечно же, за моей семьей и друзьями. Я на самой глубокой станции в Европе. Петро Арсенальная, город Киев. Когда я собиралась в Киев, я хотела увидеть золотую осень. И я успела. Успела на тихую, спокойную, теплую и такую красивую осень. И мне повезло, а я еще застала и первый снег. Предлагаю вам прогуляться в моем любимом Голосеевском парке. Это большой, старинный и очень красивый парк с несколькими озерами. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, вы тоже видите белочку? Еще я мечтала пошуршать сухими листьями. Вот так. У-ху! Если вы тоже наслаждаетесь вместе со мной, ставьте лайки под видео. И делитесь этим видео с другими. Пусть все увидят, какой Киев красивый. Оказалось, что это самая большая лавочка в Украине. Ой, чертово колесо работает. Значит, исполнится еще одна моя мечта. Увидеть, как солнце касается верхушек разноцветных деревьев. Я так счастлива! А теперь поедем за город. В гости к моим друзьям Инни и Костя. Это очень гостеприимная и добрая семья. Мне с ними всегда интересно и весело. Тися Бака, Мабака! Привет! Свои, свои! Посмотри на меня. Ну, у тебя колеса какая-то. Это у нас кто? Линда. Линда. А здесь у нас... Криси! Криси! Криси, Криси, Криси! Криси, Криси, Криси! Адам! Почухайте мне, почухайте! Адам! Почухайте мне, почухайте! Так, это у нас кто? Мистер Шоган. Угу. Он молодой или пожилой, или старый? Я думаю, что в его возрасте. Эти ахины, они могут, или акиты, они могут жить 50 лет. У него, кстати, самое большое количество зубов по сравнению со всеми животными в мире. Количество зубов? Да, да, да. Где они там выдвигают свои глаза антенны? Оп! Спрятала! Ну, как на подставке на этой своей присоске. Едем по Грибы. Это совсем недалеко от Иной и Кости. Кстати, вы нажали на колокольчик под видео? Ой, как красиво вам! Здесь у нас своё джип-сафари. Какая красивая дорога! Настоящая! Весной здесь всё в такие красные глазички, смолка называется. Потом голубой влюнец. Потом поля эти становятся жёлтыми, очень много ромашек. Здесь поля очень нестатичные. Они постоянно меняют свой цвет. Каждые две недели новые цвета, новые цветы. А что ты здесь собираешь? Какие травки, муравки? Травки, муравки, зверобои, тимьян, шалфей. Здесь много трав. Кости, да? Да, это олень и рога. Ага. И вот кожа, и кусочек меха оленя. Да, это Финляндия была куплена. Все в зонке. Куда идем за грибами? Какие они красивые. Как жалко, что их кушать нельзя. Ой. И здоровые такие. И яркие. Обалдеть. А ну-ка, покажись. Покажись, мухомор, покажись. О, целая семья. Какая-то сказочная поляна. Но опасная. С юбочками они. Это девочки, наверное. Вот так они своей красотой заманивают людей в лес. Потом и не найдешь, как выбраться. А вот какой еще. Смешной. Давайте посмотрим, что там у нас. Под травой. Как они выглядят снизу. Прятались. Все равно их нельзя пушить. И они прятаются. Идешь так, идешь. Никаких грибов не видно. Конечно, кто вас будет ждать. А потом раз. Оп. А вот он спрятался. Смотри, что здесь. Кто там у нас? Средневек. Состоящий. Ой, какой красавец. Потому что здесь береза вокруг. Где у нас береза? Стирином. Класс. А где у нас Инна? Инна. Сейчас я его срежу. Покажу, какой он. Ура! Пожелка. Это Иль я нашла под березой. Вот у него ножка, как у березки. Ствол. Такие красивые. Это мой? Под березок. Это твой. А этот я рядом нашла. Детка. Красавец. Красавец. Не червивая, вкусная. А там что еще у нас в окошке? А это под грузди. Мы их замаринуем. А покажи, шляпку и под ней какие они. Да. Они вот такие пластинчатые, как грузди. Только грузди в песке, а эти в траве. А это тоже съедобный, хороший гриб. Ням-ня-ня. Ням-ня-ня. Только в лесу масочного режима нет. Есть режим любви. Да. И поцелуев, и обнимашек. Две красавицы гуляли по лесу, насобирали грибов, налюбовались красотой, да? Друг друга. И друг друга. И уходят в березы. Ой, смотри, как красиво, да? Небо и березки. Мамакрас. Все. Возвращаемся с полной корзины. Нас ждет Костя и мангал. Вот наш улов или урожай. Или как это правильно? Грибная. Добыча. Добыча, грибная добыча. Тихая охота. Тихая охота. Значит и добыча. Тихая охота. Я бы так не сказала. Это первый твой? Белый мой, да. Второй и мой. Ага. Это ты на нем гасаешь 75 километров? Вот сейчас процесс называется тихого брожения. Оно уже стояло, не бродило. Мы вчера его сняли с осадка, и оно чуть обогатилось кислородом и играть начал. Это молодое вино. Это молодое вино. Расскажи. Вот это, по-моему, хвачкара отлитая. Пару даже одна будет. Какой цвет? Ну, его надо бы тоже с осадкой снять. Но потом он в маленьких емкостях, я его не трогал. А это вино прошлого года урожая. Это вино урожая 2019 года, прошлого года. Да. Вот мы, наверное, бутылочку такого вино красненького. С него и начнем. Это вино из подвалов столетних. Просто здесь неправильно дату написали. Наоборот. 1019. 9000 стоило второй год. До нашей эры. До нашей эры. Ну что, окропим снежок красненьким? Все, время пить херши.